всем привет сегодня покажу вам новый интересный паяльник с просторов алиэкспресс гаджет интересный инновационный и точно достоин вашего внимания это паяльник gvda gd 300 который умеет работать от пауэрбанка или от блока питания спиди максимальной мощностью 65 ватт термостабилизации и нагревом за 8 секунд при заказе комплектацию можно выбрать любую у меня же она полная это паяльник с жалом t65 кабель usb-c usb-c силиконовая насадка для удобного хвата подставка под паяльник припой инструкция а также блок питания мощностью 65 ватт с поддержкой pd и quick charge 3.0 комплект жал четыре штуки и подставка для паяльника с четырьмя захватами это в простонародье третья рука называется корпус паяльника выполнен из алюминия пластиковые кнопки и заглушки на торцах качество изготовления хорошее паяльник компактный легкий а за счет треугольной формы хорошо лежит в руке вылет жала составляет около 40 миллиметров что тоже сказывается на удобстве в положительную сторону жала затягивается гайкой что вполне удобно если захотите вытянуть жала то нужно приложить небольшое усилие из аживами из дополнительного комплекта подставка с изоживыми из дополнительного комплекта изготовлена из алюминиевого сплава с толстыми стенками. Зажимы регулируются неплохо, обеспечивают работу с мелкими платами и т.д. Такая третья рука вещь нужная, кто занимается пайкой мелких деталей. Блок питания из дополнительного комплекта, мощность 65 Вт с поддержкой PD и Quick Charge 3.0. Можно конечно его не заказывать, если у вас уже есть мощная зарядка, но не забывайте еще, что паяльник может работать и от пауэрбанка. От 5 Вольт паяльник тоже работает, но греется долго и максимум до 250 градусов и работать получится только с чем-то мелким. Вот такие режимы поддерживает паяльник. Итак, да теперь давайте рассмотрим работу паяльника. Все это дело работает от штатной зарядки, вот она, ее плохо видно, но она через нее работает. Она с протоколом Quick Charge 3.0 EPD и все работает на максимальной мощности и температурах. В данный момент уже нагрелось до 420 градусов и на дисплее мы видим, что вот температура, вот температура, да, это максимальная, и 20 Вольт у нас идет. Чтобы перейти, поменять температуру, можно нажать левую кнопку мышки, вот, и будем сбавлять. В левую кнопку сбавляем, в правую добавляем. Предлагаю сразу сбавить до 80 градусов, потому что мы паять не будем, и оно сейчас выйдет само автоматически. Так, чтобы, и вот видите, температура пошла на убыль. Чтобы перейти в меню, нужно зажать одновременно две кнопки, вот мы зажимаем раз-два. Из меню, если вы ничего нажимать не будете, оно выходит за пару секунд, что меня лично немного подбешивает. Перейдем в меню и расскажу вам, что оно означает. В меню. 0 это выход, понятно. Первый Volume Info, это информация о рабочем напряжении и текущая температура. Вот, мы смотрим. Чтобы перейти в это меню, далее нужно нажать, вот, правую кнопку, вот мы перешли. 250 градусов в данный момент и 19,5 Вольт. Идем дальше. Второе. Это у нас шаг регулировки температуры от 5 до 25. Мы ставим на 5. Так, третье. Это у нас будет, вот мы ставим. Это у нас температура в спящем режиме от 80 до 200 градусов. Вот мы можем выставить. Пусть будет 80 в спящем режиме, да. Потом у нас идет четвертое. Это у нас время простоя паяльника, по истечении которого он засыпает. То есть, 120 секунд простой, оп, он заснул. Мы поставим 180. Смотрим шестой пункт. Это мы выставляем рабочее напряжение. 9, 12 или 20 Вольт. Еще раз. В данной ситуации у нас стоит 20 Вольт, 65 Ватт. Можно поставить 15 Вольт, 37 Ватт. Можно поставить 12, 9 Вольт. В данной ситуации паяльник работает на максимальную свою мощность. Седьмое. Это у нас единицы измерения Цельсии, Фаренгейты. Восьмое. Меняем язык. У нас английский сейчас стоит или китайский. Всего лишь два языка. Так, девятый. Поворот дисплея. Кому-то возможно пригодится. Так, тоже. Идем дальше. Так, вышло само. Десятое. Вот это у нас включение или выключение автоматического нагрева при подаче питания. Что хорошо. То есть, это включение и выключение. Вот тут сейчас включение стоит. Потом одиннадцатое. Это калибровка температуры. Ну, я ее не запускал. А, температуры. Ну, правильно все. Если у вас плюс 30 сейчас, то вы выставляете плюс 30. Если у вас минус 15, то вы выставляете минус 15 у себя. Ну, у меня стоит 0. Пусть будет 0. И двенадцатый, последний режим. Это до заводских настроек. Сброза заводских настроек. И оно показывает ваши заводские версии. Вернее, вашу. Как прошить, я не знаю. Потому что я искал информацию и ее не было. Вот. Получается вот такое у нас меню. Все просто. Все без лишнего геморроя. Все очень просто. Если кого-то интересует, работает ли паяльник от пауэрбанка, то работает. Но есть некоторые нюансы. Итак, смотрите. Это у нас шнур, который идет в комплекте. Пауэрбанк у меня мощный. Он выдает и PD, и Quick Charge 3.0. То есть, пауэрбанк этот у меня может питать максимальную мощность паяльника. Вот у меня есть вход Quick Charge 3.0. Я включил, включил паяльник, и он не работает. А теперь я беру другой кабель, который USB и Type-C. И работать все должно. Вот. Подключил я уже в USB. USB выдает у меня Quick Charge 3.0.5. Подключили. И видим, что все работает. И мы видим, что работает 20 вольт, 65 ватт. То есть, все нормально. Данный пауэрбанк паяльник питает на 100%. И он будет работать. Просто скорость нагрева у паяльника будет не такая быстрая, как напрямую. И он будет работать. И он будет работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...